Нас обращается с аппаратами Ив и Волы, хотя шанс наладить связь еще есть. В мае прошлого года стартовала миссия InSight, в рамках которой на Марс приземлился космический аппарат с сейсмометром. К слову, недавно именно он впервые в истории сделал аудиозапись на Марсе. Однако миссия InSight содержала не только спускаемый аппарат. Вместе с ним к Красной планете отправились два крошечных спутника Моркоэ и Моркоби, которые также получили неофициальные имена Ив и Волы в честь известного мультипликационного фильма студии Pixar. Это были первые в крошечные аппараты, которые можно назвать межпланетными. Их запустили в первую очередь для того, чтобы проверить, могут ли столь компактные аппараты хоть как-то пригодится в подобных миссиях. Если точнее, масса каждого аппарата составляла всего 13,5 килограмма. Оказалось, что такие спутники могут принести немало пользы. В частности, именно Ив и Волы позволили ученым с минимальной задержкой получать данные о процессе спуска аппарата InSight на Марс. Да, над Красной планетой летает несколько более крупных аппаратов, которые находятся там уже давно, но не всегда они находятся в нужных позициях. Наличие же двух компактных спутников позволило оперативно отправлять данные на Землю. К сожалению, в конце декабря НАСА потеряла связь с Моркоби, а через неделю замолчал и Моркоэ. Ученые пытались обнаружить спутники и наладить связь, но сейчас говорят, что это вряд ли удастся, хотя вероятность имеется. Основываясь на ранних данных о траектории полета, предположительно, аппараты находятся на расстоянии 1,6-3,2 миллиона км от Марса. Несмотря на потери спутников, специалисты НАСА считают, что эта часть миссии была более чем успешной. Вероятно, в некоторых грядущих межпланетных миссиях тоже найдется место подобным спутникам.